На этом уроке мы приведем в качестве примера Амсилету Лисмил Мабни для имени с неизменяемым окончанием имя Манн в трех его наиболее известных вариандах. Манн как Исмун Стифхамин опросительное имя Миня, например, Майярзукукум, кто наделяет вас пропитанием, и Манн Анта, кто ты и так далее. А также Манн как Исмун Маусулин, относительное имя Миня, например, Алла Я'ляму Манхолуку, разве и не знает тот, кто создал. То есть Алла Я'ляму Манхолуку в значении Алла Я'ляму ЛИЗИ Холуку. Также, например, Джа'аман ЛА НААРИФУГУ, пришел тот, кого мы не знаем. Ай ЛИЗИ ЛА НААРИФУГУ. И, наконец, третий вид «Ман» – это «Исмушартин джазимун» – это имя «Ман», являющийся условным именем, именем, указывающим на условия и его ответные действия. Джазимун – то есть ставящие два глагола в состояние «Альджазм» – в усеченное состояние, усеченное наклонение. «Яджзиму фиалэйни» – ставить два глагола в состояние «Альджазм», как, например, «Майя'мальсуан юджзаби» – «Кто совершит плохое или скверное деяние, тому будет воздано». И, например, «Майячтахиду янджах» – «Кто будет усердствовать, достигнет успеха». Во всех этих местах, в этих случаях «Ман» – это «Исмун мабнива аля сукун» – имя с неизменным окончанием, с неизменным постоянным сукуном на конце. Постараемся привести примеры для каждого из этих трех видов, в его возможных трех падежных состояниях. «Фи халат иль араби салати» – «Ай аррафа у нас в альджар» – а именно «состояние раф» – именительный падеж, «состояние нас» – винительный падеж и «Альджар» или как его еще называют «Аль-Хафду» – «Родительный падеж». Начнем с вопросительного меслимения «Ман» – «Исмустифамин». Например, «О, мой народ, кто поможет мне, кто спасет меня до конца айта». Так и «Ман» здесь – «Исмустифамин» – «Вопросительное меслимение» – «Мабнива аля сукуни» с неизменяемым окончательным суконом на конце, «фи махалли рафин» на месте падежа «Раф» – именительного падежа, так как это «Мабтадон» – «Подлежащее именного предложения». Пример для падежа «Джар» – «Родительного падежа» – «Аль-Джару» – «Лиман-Иль-Муль-Куль-Йома» – «Кому сегодня принадлежит власть». «Лиман» – «Аль-Лам» – «Харфу «Джар» – «Предлога родительного падежа». «Ай-Я-Джару лисман лиды» – «Яли» – «Ставит стоящее после него имя состояние «Джар» – «Родительный падеж», как, например, «Лиллахил-Маширку». Но исходя из того, что «Ман» – «Исман мабнива» – «Имя с неизменяемым окончанием», мы скажем, как и в предыдущем примере, «Мабнива аля сукуни», что «Ман» – «Мабнива аля сукуни» – «С неизменяемым окончанием», но дальше уже мы говорим «фимахалли жарин биллями» – «На месте падежа жар» – «Посредством предлога родительного падежа Аллам». А что касается примера для падежа «Нас» – «Винительного падежа» с этим же именем «Ман» – «Ман-Иль-Стифхам-Ияту» – «Опросительного местемения «Ман», то несмотря на то, что слово «Ман» упоминается в Коране более 800 раз, я не нашел примера для падежа «Нас» с «Опросительным местемением «Ман», так как из трёх упомяненных нами видов «Ман», а это «Ал Стифхам-Ияту» – «Вопросительное местемения» или же «Вопросительное имя», «Ал Маусул-Ияту» – «Маусуля-Тун» – «Атносительное местемение ман», «Значение АЛЛИДДЫЕ», «АЛЛИДДІ» и т.д. А также «Аш-شар- тыяту» – «Условное имя», так вот в абсолютном большинстве «Ман» в Корань приходит как «Изман Маусуллин», «Относительное местемение», «Тации манфэль-Куранисман Маусуллин» галиба. На втором месте «Ман аш-шартыяту» как условное имя «шартыяту». И, наконец, меньше всего приходит как вопросительное имя или вопросительное местомение. Поэтому нам придется провести для поддержания нас в винительном поддержании примеры от себя. Например, «Ман раэйтальяума мин зумалайка, кого ты видел сегодня из твоих товарищей». Так, «Ман» в этом предложении это «Мафулам бихи мукаддам». Это прямое дополнение, поставленное перед своим амином, фактором. «Мукаддумун аля раа». Поставлен перед своим фактором амином, то есть перед глаголом «раа». «Видел кого что в винительном поддержке». Почему ли анна «ман» и смустифамин? Так как «Ман» здесь это вопросительное местомение. «Вас мау листифамин лаха садруль калам». А вопросительные имена в арабском языке бывают всегда в начале предложения. Как, например, «Айна кунта», «Где ты был?» «Лима да фаальта ахады», «Почему ты это сделал?» «Кам омрука», «Сколько тебе лет?» «Масмука», «Как тебя зовут?» «Как твое имя?» «Матахараджта», «Когда ты вышел?» «Айю кума кара ахады ль китаба», «Кто из вас читал эту книгу?» И так далее. Вот почему в этом примере «Ман раэйта», слово «ман», являющееся «Мафулам бихи» прямым дополнением, было поставлено здесь в начале предложения, перед своим амином. «Ман» здесь является «Мафулам бихи», как и прежде. Но мы скажем «фи махалли», «на месте падежа», «нас винительного падежа». «Валлаху а'лам». Это было писать в следующем выпуске «махалли», «üzбverbез махалли», «за feсть». Продолжение следует...